Значит, мы говорим об искуплении, да? Искупитель, вернее, Искупитель. Яхва как Искупитель. Значит, Исайя 47 глава с 3 стиха. То есть, Его искупление в данном случае связано с Его судейством. С 3 стиха. Откроется нагота Твоя, и даже виден будет стыд Твой. Совершу мщение и не пощажу никого. Искупитель наш Господь Савовов имя Ему, Святый Израилев. Сиди молча и уйди в темноту, дочь Халдеев. Ибо вперед не будут называть Тебя госпожою царств. Я прогневался на народ Мой, уничижил наследие Мое и предал их в руки Твои. А Ты не оказала им милосердия. На старца налагала крайне тяжкая ига Твоя. И Ты говорила, вечно буду госпожою. А не представляла того в уме Твоем, не помышляла, что будет после. Но ныне выслушай это. Изниженная, живущая беспечно, говорящая в сердце Своем. Я и другой подобной мне нет. Не буду сидеть вдовою и не буду знать потери детей. Но внезапно в один день придет к Тебе то и другое. Потеря детей и вдовство. В полной мере придут они на Тебя, несмотря на множество чародейств Твоих и на великую силу волшебств Твоих. Ибо Ты надеялась на злодейство Твое. Говорила, никто не видит Меня. Мудрость Твоя и знание Твое, они сбили Тебя с пути. И Ты говорила в сердце Твоем. Я и никто, кроме Меня. И придет на Тебя бедствие. Ты не узнаешь, откуда оно поднимется и нападет на Тебя беда, которой Ты не в силах будешь отвратить. И внезапно придет на Тебя пагуба, о которой Ты и не думаешь. Оставайся же с Твоими волшебствами и с множеством чародейств Твоих, которыми Ты занималась от юности Твоей. Может быть, пособишь себе. Может быть, устоишь. Ты утомлена множеством советов Твоих. Пусть же выступят наблюдатели небес и звездочеты и предвещатели по новолуниям и спасут Тебя от того, что должно приключиться Тебе. Вот они, как солома. Огонь сожег их. Не избавили души своей от пламени. Не осталось угля, чтобы погреться. Не огня, чтобы посидеть перед ним. Такими стали для Тебя те, с которыми Ты трудилась. С которыми вела торговлю от юности Твоей. Каждый побрел в свою сторону. Никто не спасет Тебя. О ком говорится здесь? О Вавилоне. И Вавилон в данном случае выступает как кто? Не, ну я имею в виду для народа. То есть в данном случае, что Вавилон выступает в роли, как бы, да, как наказание, да, от Бога, в данном случае, для народа иудейского. Понимаете, да? И здесь говорится, смотрите, искупитель наш Господь Савуов, имя Ему, Святой Израилев. И в результате Он является искупителем, но в то же самое время Он в качестве судьи, да, для народа своего. Он отдает наказание, и в данном случае орудием, как бы, правосудия его, да, является кто? Вавилон. В его руках орудием правосудия по отношению, ну, как орудием наказания, будем говорить так больше. Орудием наказания по отношению к народу иудейскому является Вавилон. Видите, да? И здесь, как бы, идея такая, что искупитель, как судья. В этом месте есть Писание. Понятно, да? Или нет? Да, ну, вот, смотрите, здесь говорится о Вавилоне, ну, если вы там с первого стиха посмотрите, да? Но в итоге говорится о чем? Он говорит в шестом стихе, видите, я прогневался на народ мой, уничижил наследие мое и предал их в руки твои. Видите, да? То есть, здесь говорится именно конкретно о том, что это Бог сделал. Он является одновременно здесь искупителем, одновременно и судьей, да? И в качестве наказания он использует Вавилон для того, чтобы наказывать иудеев. Понятно? Сорок девятая глава седьмой стих. Так говорит Господь, искупитель Израиля, святый Его, презираемому всеми, поносимому народом, рабу властелинов. Цари увидят и встанут, князья поклонятся ради Господа, который верен ради святого Израилева, который избрал тебя. Какая здесь идея? В результате того, что Бог является искупителем, да, что произойдет? Князья поклонятся, правильно. То есть, властители, князья, они что? Поклонятся. Идея искупления, видите, приводит теперь к чему? К тому, что другие народы, да, они будут поклоняться Богу. И 44 глава, 23 стих. Торжествуйте небеса, ибо Господь соделал это. Восклицайте глубины земли, шумите от радости горы, лес и все, и все деревья в нем. Ибо искупил Господь Иакова и прославится в Израиле. И здесь мысль в том, что искупительная деятельность Яхвы, она приводит к тому, что он прославляем. То есть, все это говорит о чем? О том, что я вот раньше говорил, что искупление – это не конечная цель. В результате искупления происходят определенные какие-то вещи. В результате искупления народ узнает, что есть единый Бог, да, народ начинает поклоняться Ему, народ начинает прославлять Его имя, народ понимает, что нет других богов, да, идолов там и так далее. Нет смысла идти поклоняться или там взыскивать чего-то у чародеев. А что в результате искупления народ начинает понимать, и в то же самое время мы видим, что и другие цари в результате искупления приходят к чему? К поклонению Господа. Понимаете, да? То есть, искупление – это не, как бы, конечная цель. Искупление, оно имеет начальную часть, как бы, к тому, что в итоге приводит к определенным каким-то моментам, связанным с поклонением Богу. В результате искупления, как мы уже говорили даже так, да, что мы получаем спасение и награду тоже. Восстановление и взаимношение с Богом, да. 63 глава, 9 стих. Во всякой скорби их Он не оставлял их, и ангел лица Его спасал их. По любви Своей и благосердию Своему Он искупил их, взял и носил их во все дни древние. 63 глава, 9 стих. Значит, мысль какая здесь? Посмотрите внимательно. Во-первых, здесь говорится, что Он никогда не оставлял их, видите, да? Потом ангел лица спасал их, то есть Он оказывал все равно помощь, да? И в результате почему Он искупил их? По любви Своей и благосердию Своему. Все то, о чем здесь говорится, это к чему мы могли бы отнести? К закону или к благодати? К благодати. То есть вся идея, да, она похожа больше на благодать, чем на закон, да? Поэтому когда говорят, что в Ветхом Завете только существовал закон и не было благодати, то это неверно. Понимаете, да? Потому что постоянно благодать Божья, она присутствовала при Нем по отношению к народу израильскому. Значит, Исайя 35, 16 стих. Только Ты, Отец наш, ибо Авраам не узнает нас, и Израиль не признает нас своими. Ты, Господи, Отец наш, от века имя Твое, Искупитель наш. Мы сейчас будем это рассматривать больше, но я просто наперед уже хочу сказать, что здесь, смотрите, вы слышали, да, что иногда говорят, что, ну, существует такое мнение среди христиан, что Бог как Отец, Он появляется только в Новом Завете. Слышали, да, такое выражение или нет? Что Бог как Отец открылся только уже в Новом Завете. Но на самом деле мы видим, что, особенно вот здесь в Исайи, да, мы видим, что Бог, Он называется Отцом. Отец наш, видите, здесь написано, Ты, Господи, Отец наш. Еще раз. Абраам не узнает, и Израиль не признает. Сейчас посмотрим. Я не могу ответить сейчас на этот вопрос, я посмотрю, завтра вам отвечу, напомните мне, хорошо? Что я более подробно имела здесь в виду. Еще давайте прочитаем 35, 9,19. 9,19. 9,19. Льва не будет там, и хищный зверь не взойдет на него. Его не найдется там, а будут ходить искупленные. И возвратятся избавленные Господом, придут на Сион с радостным восклицанием. И радость вечная будет над головой их. Они найдут радость и веселье, а печаль и воздыхание удалятся. То есть здесь как бы мы видим кульминацию искупления. Это вообще идея вечного состояния. Ну, понимаете, да? Что-что? Нет, это идея не тысячелетнего царства. Это идея уже вечного состояния. Ну, когда уже спасенные будут находиться в вечности. Потому что именно о вечности говорится, что уже там не будет печали, не будет никаких воздыханий, Бог утрет всякую слезу. И в результате все будут пребывать в определенной радости, потому что Бог будет наполнять все место. Понятно, да? И сейчас мы поговорим о том, Яхва как Отец. Яхва как Отец. Из того, что вот мы уже читали или разбирали, да, из Исаии. Вот что бы вы могли сказать о взаимоотношениях Бога со своим народом? Ну, я имею в виду, как эти отношения, они как бы выражаются? Опеком. Опекал. Ну, опекал, да. О, вот это вот более, да, такое вот, что в действительности, то есть мы видим, что такие отношения, да, как будто как отца со своими детьми, да? Вот, и вообще как бы в Ветхом Завете избегали этого понятия такого, что, ну, говорить о Боге как об отце. И были здесь разные доводы, связанные с этим вопросом. Чаще всего это из-за того, что Израиль иногда соприкасался с другими религиями, например, когда было поклонение Ваалу, и даже вплоть до того, что иногда рассматривали этот вопрос, не хотели рассматривать Бога как отца, даже из-за каких-то, ну, может быть, таких вот непонятных, даже сексуальных каких-то, ну, отношений. Ну, потому что если отец, дети, то есть, значит, должны присутствовать какие-то сексуальные отношения. Ну, понимаете, да? Ну, дети как бы откуда должны появиться? То есть, если говорить о Боге как об отце, то тогда как бы подразумевались какие-то, ну, в результате этого какие-то сексуальные отношения. Да, 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 я же говорю, из-за соприкосновения с другими религиями, которые, и в результате этого в действительности постоянно избегали в Ветхом Завете того, чтобы говорить о Боге как об отце. Но что важно, что в действительности Бог рассматривает свои создания, да, как своих детей. И это мы видим часто. Например, Исайя, 45 глава, 11 стих. Так говорит Господь, Святый Израилев и Создатель Его. Вы спрашиваете меня о будущем сыновей моих и хотите мне указывать в деле рук моих. То есть, говоря о народе, да, иудейском, он говорит, как о них? Как о детях. Как о сыновьях своих. Да. И вот мы читали только что, 63 главу, 16 стих, да? Там сказано, Ты, Господи, Отец наш, от века имя Твое, Искупитель наш. И вот только вот в конце как бы своей книги, да, Исайя уже конкретно называет Бога Отцом. То есть, даже Исайя, как бы он старался избегать тоже конкретного, ну, определения того, что называть Бога Отцом. И теперь давайте еще 64, 8 прочтем. Но ныне, Господи, Ты, Отец наш, мы глина, а Ты образователь наш, и все мы дело руки Твоей. То есть, и здесь мы видим, что Исайя вновь, обращаясь к Богу, называет Его Отцом нашим. 64, 8. Ну, если мы посмотрим в целостности книгу Исайя, то мы увидим, что в действительности вся идея, как бы, изложения отношений Бога Бога и народа иудейского, да, она построена на отношениях именно таких вот родственных, как отношения Отца и Его детей. Вся книга таким образом построена. Хотя только в конце книги он уже выражает это более конкретно, называя Бога Отцом. Следующее, это Яхва, как верховный и единственный правитель. Верховный и единственный правитель. Верховный и единственный правитель. Считается, что самый величайший богословский заслуг Исайи это его абсолютный монотеизм. Ну, то есть, в его богословии, да, мы можем увидеть абсолютный монотеизм. Например, Исайя 6.3. И взывали они друг к другу и говорили, «Свят, свят, свят Господь Савовов, вся земля полна слава Его». Здесь говорится о том, что вся земля полна слава Его. И дальше это Исайя 2.8. «И наполнилась вся земля Его идолами. Они поклоняются делу рук своих тому, что сделали персты их». 2.8.18. «И идолы совсем исчезнут». Ну, то есть, чтобы понять, о чем я говорю. 8. Теперь читаем 18. «Идолы совсем исчезнут». И 20.21. «В тот день человек бросит к ротам и летучим мышам серебряных своих идолов и золотых своих идолов, которых сделал себе для поклонения им, чтобы войти в ущелье скал и в расселены гор от страха Господа и от славы величия Его, когда Он восстанет сокрушить землю». То есть, здесь акцент делается на то, что все боги – ничто, есть только один Бог над всей землей. Именно Исайя делает больше акцент на вопросах того, что есть единый Бог. И он этому уделяет больше внимания. То есть, показывая, что Бог наполняет всю землю. Вот это его идея, что нету Бога другого, кроме единого Бога, что Бог наполняет всю землю, слава Его наполняет всю землю. То есть, в этом его идея, она заключена больше выраженно, чем у других пророков. То есть, в той или другой степени пророки тоже выражают эту мысль. Но Исайя именно делает большой акцент на это. Также 37,19 говорит на эту же тему, что остальные боги – ничто, есть единый Бог. 37,19 И побросали богов их в огонь. Но это были не боги, а изделия рук человеческих, дерево и камень. Потому и истребили их. Вообще интересно то, что, ну я уже тоже этот вопрос касался, что идолопоклонство – это было проблемой до вавилонского пленения. И вот после вавилонского пленения вопрос идолопоклонства вообще отпал. Практически, ну в массовом таком понимании для иудеев. То есть, что-то произошло в Вавилоне. Видимо, народ стремился, знаете, сохраниться как народ. Стремился поклоняться действительности Богу Авраама и Схака Якова. Сохранять его все повеления, постановления. И в результате того, когда они прошли через вавилонское пленение, то вопрос о идолопоклонности прекратился вообще. Да, из вавилона вышли не все. Вышла незначительная часть. Но вопрос заключен в том, что и те, которые остались в вавилоне, понимаете, да? То есть, еврейский народ, оставшийся в вавилоне, они продолжали тоже следовать всем постановлениям закона Божьих. В этом вот интерес, возникает вопрос интереса в том, что вавилонское пленение, оно в результате каким-то образом преобразовало, можно сказать, мышление еврейского народа в отношении того, что еврейский народ перестал поклоняться идолам, ну, массово. Если как бы мы читаем в Исаии, да, или в других местах о том, что это происходило массово, понимаете, то есть народ целый, блудил, кадил и так далее, как говорит Писание, да? Там на горы ходил, там и так далее, то есть совершал, ну, идолопоклонство различным богам, ваалам там и так далее. То в период вавилонского пленения, и особенно после него, то есть произошло какое-то, как, ну, перевоспитание, можно сказать, народа в целом. И если и были идолопоклонники, то они были уже не массово, они могли быть где-то там, ну, какая-то группа людей, там, один человек и так далее. Ну, в целом народ, он стал именно богопоклонником, ну, поклоняясь единому богу. То есть там, может быть, уже будет проблема та, которую Исаия тоже освящает. Проблема в том, что ходили, исполняли и так далее, но сердце их было далеко. Там, может быть, возникает эта проблема, понимаете? Но проблема идолопоклонства, она искореняется. И уже дальше, как бы, в принципе, вопросы об идолопоклонстве не поднимаются. Продолжение следует... Значит, Исаия 40, 11, 13-17. 40 глава, 11 стих, и с 13 по 17. Как пастырь он будет пасти стадо свое, агнцев будет брать на руки и носить на груди своей, и водить дойных. Кто уразумел дух Господа, и был советником у него, и учил его? С кем советуется он, и кто вразумляет его, и наставляет его на путь правды, и учит знанию, и указывает ему путь мудрости? Вот народы, как капли из ведра, и считаются, как пылинка на весах. Вот острова, как порошинку, поднимает он. И ливана недостаточно для жертвенного огня, и животных на нем для всесожжения. Все народы пред ним, как ничто, менее ничтожества и пустоты считаются у него. Здесь мы видим, что Бог выступает, как защита и поддержка своего народа, Израиля, но также Он выступает, как правитель всех народов. Стихи 28-29. Разве ты не знаешь? Разве ты не слышал, что вечный Господь Бог, сотворивший концы земли, не утомляется и не изнемогает? Разум Его неисследим. Он дает утомленному силу, и изнемогшему дарует крепость. И здесь мы видим, что Бог дает утомленному силу во всех концах земли. То есть преследуется идея та, о которой говорил раньше, да, Исаия, о том, что Бог наполняет всю землю. Ну, то, что мы читали, слава Его наполняет всю землю, Бог наполняет всю землю, да, что Он является Богом всего. Понимаете, да? Что-что? Монетеизм, да. Мы уже читали это, что Яхва есть первые и последние, и что кроме Него нет Бога другого, да? 45.7. Я образую свет и творю тьму, делаю мир и произвожу бедствие. Я, Господь, делаю все это. То есть здесь мы видим, что Бог Яхва, да, образует свет и тьму, совершает мир и производит всякое бедствие. То есть все происходящее происходит от Него. Видите, да? То есть Он стоит над всем. 44.21. Помни это, и Яков, и Израиль, ибо Ты раб мой, я образовал Тебя. Раб мой Ты, Израиль, не забывай меня. Здесь заложена мысль в том, что именно Яхва является тем, кто образовал Израиль. И 24 стих. Так говорит Господь, искупивший Тебя и образовавший Тебя от утробы матерной. Я Господь, Который сотворил все, один распростер небеса и Своей силой разослал землю. То есть здесь идея того, что Бог есть сотворивший все, да? Мир, небо. И давайте 28 стих здесь же прочитаем. Который говорит о Кире. Пастырь мой, и он исполнит всю волю мою и скажет Иерусалиму, Ты будешь построен, и храму Ты будешь основан. Здесь мы видим, что Кир, правитель, в то же самое время он его называет пастыром своим. Это означает, что это как слуга его, да? Который исполнит его какое-то поручение. В данном случае мы знаем, что будет по поручению Кира, да, будет восстановлен Иерусалим. То есть это пророчество о будущем, да, понимаете? И 45-13. Я воздвиг его в правде и уравняю все пути его. Он построит город мой и отпустит пленных моих не за выкуп и не за дары, говорит Господь Саваоф. Здесь еще раз говорится о Кире, о том, что Кир восстановит город, да, и отпустит всех пожелавших евреев уйти из Вавилонского пленения. Также 46-я глава с 1 по 9 стих. Пал вилл, не звергся Нева, и стуканы их на скоте и вьючных животных. Ваша ноша сделалась бременем для усталых животных. Не зверглись, пали вместе, не могли защитить носивших, и сами пошли в плен. Послушайте меня, дом Иаковлев, и весь остаток дома Израилева, принятые мною от чрева, носимые мною от утробы матерней. И до старости вашей я тот же буду, и до седины вашей я же буду носить вас. Я создал и буду носить, поддерживать и охранять вас. Кому уподобите меня, и с кем сравните, и с кем сличите, чтобы мы были сходны. Высыпают золото из кошелька, и весят серебро на весах, и нанимают серебреника, чтобы он сделал из него Бога. Кланяются ему и повергаются пред ним. Поднимают его на плечи, несут его и ставят его на свое место. Он стоит, с места своего не двигается. Кричат к нему, он не отвечает, не спасает от беды. Вспомните это и покажите себя мужами. Примите это, отступники, к сердцу. Вспомните прежде бывшие от начала века. Ибо я Бог, и нет иного Бога, и нет подобного мне. То есть, здесь мы видим идею того, что Бог есть единый Бог, что Он продолжает носить Израиля, и что Он является вообще единственным Богом. Что нет других богов. здесь же прочитаем 10-й и 11-й стих. Я возвещаю от начала, что будет в конце, и от древних времен то, что еще не сделалось, говорю. Мой совет состоится, и все, что мне угодно, я сделаю. Я вызвал орла от востока, из дальней страны, исполнителя определения моего. Я сказал, и приведу его, и приведу это в исполнение. Предначертал и сделаю. Идея заключена в том, что Он говорит, что все, что Он сказал, все совершится, да? Все, что Он предначертал, все будет. Потому что Он все устраивает, Он все делает. Потому что Он есть единый Бог. 48 глава с 1 по 11 стих. С 1 по 11. Слушайте это, дом Иакова, называющийся именем Израиля и произошедший от источника Иудина, клянущийся именем Господа, и исповедующий Бога Израилева, хотя не по истине и не по правде. Ибо они называют себя происходящими от святого города и опираются на Бога Израилева, Господь Саваов, имя Ему. Прежнее я задолго объявлял. Из моих уст выходило оно, и я возвещал это, и внезапно делал, и все сбывалось. Я знал, что ты упорен, и что в шее твоей жилы железные, и лоб твой медный, поэтому и объявил тебе задолго, прежде нежели это приходило, и предъявлял тебе, чтобы ты не сказал. Идол мой сделал это, и истукан мой, и изваянный мой повелел этому быть. Ты слышал, посмотри на все это, и неужели вы не признаете этого? А ныне я возвещаю тебе новое и сокровенное, и ты не знал этого. Оно произошло ныне, а не задолго и не за день, и ты не слыхал о том, чтобы ты не сказал. Вот я знал это. Ты не слыхал и не знал об этом, и ухо твое не было прежде открыто, ибо я знал, что ты поступишь вероломно, и от самого чрева матерного ты прозван отступником. Ради имени моего отлагал гнев мой, и ради славы моей удерживал себя от истребления тебя. Вот я расплавил тебя, но не как серебро, испытал тебя в горлине страдания. Ради себя, ради себя самого делаю это, ибо какое было бы нарекание на имя мое, славы моей не дам иному. И смотрите, мысль какая, что Яхва готов отложить снова и снова свой гнев, да? Ради чего? Ради имени своего. Видите, да? Он стоит над всем, и ради себя самого Он готов отложить свой гнев и снова и снова помиловать народ израильский. 65-й глава 17 стих. Ибо вот Я творю новое и небо, и новую землю, и прежние уже не будут вспоминаемы, и не придут на сердце. Здесь та же идея, только еще добавляется то, что Он сотворит новую землю и новое небо, как обетование. И 22-й стих, 66-й главе. Ибо как новое небо и новая земля, которую Я сотворю, всегда будут пред лицом Моим, говорит Господь. Так будет и семя Ваше, и имя Ваше. Здесь обетование того, что Бог, да, обещает народу израильскому, что они будут всегда перед лицом Его. Видите? В следующем мы немножко поговорим о духе Яхвы. Дух Яхвы. И так же здесь интересно то, что Исайя говорит о духе Божьем, о духе Яхвы более, чем любой другой ветхозаветный писатель. Никто столько не уделяет внимания, как Исайя, духу Божьему, духу Яхвы. Во всей книге Исайя мы встречаем упоминания о духе Яхвы. И считается ключевым местом, это 11 глава, второй стих. И почиит на нем дух Господень, дух премудрости и разума, дух света и крепости, дух видения и благочестия. Если мы посмотрим в контексте этой главы, то там говорится о пришествии отрасли от корня Исеева, на которой почиет дух. Еще раз прочитайте. И почиит на нем дух Господень, дух премудрости и разума, дух света и крепости, дух видения и благочестия. Нет, в данном случае здесь говорится о духе Божьем. Имеется в виду вообще то, что мы сейчас рассматриваем, это, ну, здесь не выражено оно как третья личность ипостаси Божьей, понимаете, как, ну, мы рассматриваем это в мессианском или христианском. Но здесь мы видим, что в действительности Исайя рассматривает дух Божий. Мы не можем утверждать, что он его рассматривает как, ну, третью личность Божества. Ну, понимаете, да? Вот, но в то же самое время очень достаточно серьезно в его книге появляется описание Духа Божьего. И он делает серьезные заявления по отношению Духа Божьего. То есть, скажем, что уже христианские учения на книге Исайи делают свои акценты определенные. Понимаете, да? То есть, мы не будем делать эти акценты такие, ну, я имею в виду, христианские, да? Но мы просто хотим, ну, я хочу предложить, чтобы мы рассмотрели именно вот описание Исайи, связанное с Духом Божьим. Ну, например, что даже вот этот отрывок из Писания, некоторые богословы, они связывают его с Матфеем 3 главой 16 стихом. И крестившись Ишо, тот час вышел из воды, и все отверзлись ему небеса. И увидел Иоанн Духа Божия, который сходил, как голубь, и не спускался на него. Ну, то есть, когда рассматривается Исайя, да, уже как, ну, с точки зрения мессианского пророчества, да, то тогда его, как бы, именно рассматривая как мессианское пророчество, считают, что это место имеет отношение именно к Евангелию от Матфея 3 главе 16 стиху, когда Иисус крестился, да, и в результате открылись небеса и благословищество Духа Святого, да? Ну, так описывает Евангелие. И здесь говорит, что почует на нем Дух Господень, Дух Премудрости, Разума, Дух Святой Крепости, Дух Видения и Благочестия. Некоторые считают, что 11.2 из Исайи также можно сравнить, как с дарами или плодами Духа в Новом Завете. Ну, это 1 Коринфянам 12 глава 4-11 стих, Галатам 5.22-23. Давайте после перерыва уже будем читать, хорошо?